Продолжение следует... Собрались до прекрасного жабряка и парка Дурмитор. Поселились в гостевом доме, немножечко страшновато, может быть мы к нему привыкнем. И погуляли по Черному озеру. Так пробную версию сделали, потому что нас ожидает. Думаю, нам понравится. У меня даже не знаю, никаких слов нет. Вчера одну дорогу закрыли, сегодня вот, пожалуйста. 15-20 минут осталось нам до Никшича. Что-то у них случилось, какие-то камни на дороге. Два часа будем стоять ждать, минимум. Вот они прелести горных дорог, горных стран с нашим везением. Интересно, что будет на обратном пути? Да, нам еще до Жабряка надо как-то доехать. Сколько мы уже стоим? Полчаса, наверное, стоим. Набралась куча машин. Сколько еще стоит, не знаю. Говорят, что еще полчаса. Где? Еще полтора. Полтора? Конечно. Ну, я, конечно, все уважаю. Ну, это вообще бы просто вне цивилизации, абсолютно. Поселили нас в какой-то дом с печкой. Я сейчас кофе варил на примусе. Такими-то сербами, черногорцами, мужиками. Ой, они там пиво пьют. Матом ругаются по-своему. Ну, в принципе, они нормальные, но тем не ладно, суть не в этом. Дождь идет. Я очень надеюсь, что завтра Боженко с милостивица. И погода нам сделает хорошую. Все равно это лучше, чем отдых на побережье. Я жду. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас очередная непонятная подруга появилась. У нас даже здесь снова с собой ничего нет, кроме орехов. Она с нами бежит уже, наверное, метров пятьсот. Сейчас мы соберем группу бременских музыкантов. Собака у нас есть. Вот он тоже там сидит. Ой, спаси. Что ты его напугал-то? Вот знаменитое Черное озеро. Это самое, наверное, начало осмотра национального парка. А дальше начинаются уже всяческие дикие горы. Неприступная, черная и страшная. Завтра мы к них туда пойдем. Сегодня у нас только так ознакомительный осмотр. Крутой спуск такой. Обувь проверяем нашу новую. Специально покупали. Начинаются первые трудности. Вот, конечно, еще не трудности. Просто очень мокрые. Несмотря на то, что озеро называется Черное, оно какое-то бирюзовое. Мы уже половину его окружности прошли. Виды красивые, да. Конечно, немножко однотипные, но это, так сказать, ничуть не портит впечатление. Мы ходим, наслаждаемся. Людей нет, птички поют. Даже можно белочку увидеть, которая по деревьям бегает. В общем, те два часа, которые мы здесь, нам очень понравилось. Посмотрите на это чудо. Наконец-то вышло солнце. После того, как на нас обрушился, ну, не ливень, но такой месерский, такой моросеющий дождь. Пожалуйста. Причем на той стороне, на которой не мы сейчас. Да, где горы как раз. У нас здесь капает немного. Зато смотрите, какое озеро, какая зеркальная гладь. Копия обровадовалась, что можно купить жареное мясо. Здесь думают, что тоже это можно сделать. У нас, видимо, не доходили. И продали нам мясо сырое. Можно когда-нибудь пожарить. В прямых условиях. Ты нашел что-то переворачивать? Нет. Попробуй. ПФА, оно и есть ПФА. Амана. Сегодня мы восходили на относительно невысокую гору. 2400 с лишним метров. Которая называется Савин Кук. Вышли мы из дома несколько поздновато в 10 часов. И, ну, скажем, первые три часа это было очень так легко. Такая хорошая, замечательная прогулка. А потом началось. Потом началось. Потом мы долго-долго-долго-долго шли. Вверх, вверх. Горы все выше, горы все круче. Все ноги стоптали. И это стоило того. Это какой-то совершенно звериный восторг. Невероятные виды, невероятные ощущения. Но самое главное, то что у меня были сомнения, что мы это сделаем еще до восхождения. Что мы, может быть, назад повернем. Мы не повернули. Несмотря на ветер, несмотря на небольшой дождь, на сложности, мы это сделаем. Вот так вот настоящие путешественники и лыжники готовят кофе. Они на всяких там кухнях. И кафанах. Это примус. Ну, может быть, газовая горелка. Вот так вот еще мы жарим себе в город обед или завтрак плесковицы. Поскольку сковородка находится в шуру моей головы, пришлось ее разрезать. Иначе не снять. Сегодня у нас полный целый день в парке Дурмитор. Мы его решили посетить восхождению на Савинов Кук. Савин. Ой, блин. Савин, да. Вроде бы идти туда недолго. Три с половиной часа в одну сторону. Но так как мы идем первый раз, 50 на 50 поднимемся на него лень. Начнем наш дневник первого дня. Сейчас 10 часов 45 минут. Мы начинаем наш поход к пику Савин Кук. Вот немножко прошли. Сразу же начинаются такие меточки кругленькие со старелочкой. Вот они. Ну и здесь даже указатель, что Савин Кук туда. Мы сейчас на высоте 1510 метров. А поднимаемся мы на высоту 2320 метров. Чувствуем себя отдохнувшими, бодрыми. Ну посмотрим, что будет через час. Не надо бегать. Спокойно, рассудительно поднимаемся. Воду особо не тратим. Бывают палки для скандинавской ходьбы, а у меня палочки для древней русской ходьбы. Иду как старча через перевал. Зато очень удобно. И бесплатно. Время 11 часов 25 минут. Мы вышли на такую полянку, откуда открывается вид на, наверное, все-таки Савин Кук. Прошли где-то около двух километров. Пока дорога простая. Но есть и крутые, такие тяжелые подъемы, но они перемежаются с зонами, так сказать, отдыха. Поэтому как бы мы не особо устали. Нашли даже маленький родничок. Так что можно будет пополнить воды запас тем, кто пойдет. Время 11 часов 45 минут. Мы идем ровно час. Дорога была легкая, прогулочная абсолютно. Но единственное, что мы вышли, наверное, мы правильно вышли, мы вышли на лыжной базе. Вон подъемник, не знаю, работает или нет. Надо как-то решать с подъемом на саму гору. Время уже половина первого. И вот мы наконец-то поняли, что такое карабкаться по горам. Мы сейчас идем вдоль подъемника, который, видимо, из-за отсутствия людей не работает. И я даже не знаю, мы, наверное, еще полпути не прошли. Ну, то, что прошло, это тоже очень так сложно для нас на диване привыкших сидеть. Фух. Фух. Сейчас мы пройдем до самого у нас Савиного Кука, по ощущениям, не знаю, метров 500-300 даже. Конечно, все, что было по туристическим тропам в самом парке, в этом детский сад, насколько мы не совсем подготовленные к горной местности люди, нам вот этот подъем даже сюда дался. Ну, не то, что тяжело, но ощутимо. Ну, а то очень ни с чем не сравним. Все-таки я был прав, это снег, только он грязный очень. Такой, утрамбованный. Я думал, это проще будет. Все, придумываю себе какие-то наказания. Ни за что. Наверное, за то, что каждую пятницу водку пьем. Ну, надо себя испытывать на урочность, свои ноги, свою дыхалку. Тебе нравится? Ну, мне нравится, тут красиво. Блин, что будет своими ногами, я не знаю. Ой, что будет моим ботиночками, они уже рваться начинают. Даже не видится, глядя на этот утес, что мы такое видим собственными глазами. Они, конечно, раньше тоже на горы поднимались, но маленькие, цивилизованные. Мы почти-почти в цели. Слава богу, здесь мы нашли какую-то водичку. Правда, ее берут рабочие, но мне все равно. я так мечтал попить, хотя у нас вода есть, но мы экономим, что не все равно. Техническая она. Ну, откуда в горах техническая вода? Я сам сказал техническая. Ну, это я глупо сказал. Фух. Техническая вода. 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 Время 15.30 Красота нас свалила с ног И это мы еще до вершины не дошли Все умаялись Зато посмотрели такие красивые виды Конечно страшно Здесь она горает, обрывается Я в сады боюсь Время 15.30 Савин Кук Акарин Кук Акарин Кук Очень много нагады Что мы с вами нашли Немного кайбушек Мы положим их в пирамиску В стену места В стену места В стену места Немного кайбушек 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 Добрый рабочий, нас прожили на этот, как это называется, забыл от волнения. Слава Богу, ноги отваливались. Спускаться, по-моему, еще тяжелее, чем подниматься. Время без десяти пять, у нас немножко быстрее получилось, чем мы планировали, потому что нас добрые люди на подъемнике спустили, которые еще не работают, его ремонтируют, видимо, настраивают. Но если он будет работать, то мы рекомендуем вам на нем прокатиться обратно, потому что спуститься еще вверх, а здесь как будто летишь в гор. Интересно, значит. Время шесть часов. Вернулись? Откуда уходили? Все, путешествие у нас заняло, весь поход где-то семь часов. Шесть-тридцать. Шесть-тридцать, да, но с учетом, конечно, фуникулера. На самом деле восходить не очень страшно. Страшно, когда спускаешься вниз, поскольку мелкие камушки могут поехать, и я так несколько раз поехал. А также потерял свою любимую палку. Я упал на пятую точку. Ну, упал. Я же не в ущелье какой-нибудь упал. А так очень интересно. Мне кажется, стоит туда сходить.